Приветствую вас, и складывается такое ощущение, что вы не знаете сами, чего хотите. И складывается такое ощущение, что вы очень сомневаетесь, может быть, в себе, может быть, в том, что вы делаете, может быть, даже в девушке вы сомневаетесь, в своей, вот. И хотите, значит, как-то ответственность за принятие решения перенести на нас. То есть мы не знаем эту девочку, и мы не знаем вас, чтобы говорить объективно и сколько-нибудь адекватно о том, стоит ли брать ее в свои руки или нет, но и на большую информацию. А то получится, знаете, такая ситуация, что вы его послушаете, например, ну, например, меня или там коллегу моего, и сделаете, значит, так, как мы вам советуем, а девочка вас, например, оттолкнет, или вы ее потеряете, например, ну, то есть отдалите от себя. И кого вы будете винить? Ну, конечно, нас, потому что мы вам дали вот такую рекомендацию. Опять же, ну, по вашему мнению, может быть, плохую, да, в данном случае. Раз она, эта рекомендация, никакого результата не принесла. Вот, вот, дабы этой ситуации избежать, дабы этой ситуации избежать, я бы рекомендовал вам сделать следующее. Во-первых, вы пишете о том, что долгое время любите девочку. Подумайте о том, как эта любовь отражается именно в вас. То есть, что она в вашем контексте, в нашем, вот как проявляется ваша любовь к ней. Это первое. Второе. Если вы хотите, например, допустим, с ней чего-то большего, то, опять же, вопрос тогда. Для чего? А если она вас, ну, допустим, не любит, если у нее, допустим, к вам нет чувств, как быть тогда, как быть в этой ситуации? Понимаете? Ну, образно говоря, что вы хотите получить на выходе. Вот это вот, пожалуй, то самое правильное, что вы можете сделать в этой ситуации. То есть, если получить хотите, например, обязательное расположение к себе девочке, то есть, хотите девочку расположить именно к себе? То есть, хотите, чтобы она была с вами, хотите, чтобы она была к вам в личных, грубо говоря, хотите, чтобы она воспринимала всерьез вас? Тогда не стоит. Потому что стоит ей повести себя не так, как вам бы этого хотелось, Стоит ей повести себя иначе несколько, и все, главное говорить, что вы начинаете испытывать фрустрацию. И испытывая фрустрацию, вы будете агрессировать на девушку, и тем самым еще больше, еще сильнее ее от себя отталкивая. Ну, вот, признаться честно, я не думаю, что это то, чего вы хотите. Я не думаю, что это то, что вам действительно нужно. Я не думаю, что это то, что заставляет вас в конечную цель. Ну, и последнее, последнее, о чем я вам хотел бы сказать. На мой взгляд, это очень важно. Вы говорите, что девочка меня не воспринимает всерьез. Есть очень хорошая, ну, как бы, здесь корректировка, очень хорошая корректировка. Так, а как вы серьезно, то есть, как нужно, чтобы она вас воспринимала? Как вы хотите, чтобы она вас воспринимала? Как вы считаете, она должна вас воспринимать? Вот это, пожалуй, тоже важный момент. Потому что вы говорите, что я хочу, чтобы меня воспринимали всерьез. А девушка, например, она уже вас воспринимает всерьез. Но так, как умеет. Так, как она способна. И если вы ее любите, то вам вот это нужно принять. Вам вот это нужно представить в своем восприятии, как единственная возможная реакция, значит, девушки на вас. И если вы не готовы к тому, что девушка, может быть, будет воспринимать вас так всегда, то лучше ничего предпринимать на строй. А вот если нет, то поухаривайте за ней. Уделяйте ей больше внимания. Поплевайте с близц. Получится хорошо, не получится, ну, и ладно. И если сможете так все представить. При условии, что вы, будучи знакомыми с ней, не идеализируете ее через любовь к ней, потому что вы ее не знаете, раз общаетесь нечасто, и вы знакомы. Это вполне возможно. Но если вы идеализируете ее через любовь, вами видит ваше желание, которое вы пытаетесь через девушку реализовать. Это не приведет ни к чему хорошему. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok